Здравствуйте! Сегодня расскажу о жительнице поселка Харлуши, которая из-за специалистов по бурению скважины вынуждена есть снег. А также о Челябинце, который остался без зарплаты. Отдала 60 тысяч рублей специалистам буровой компании, чтобы те помогли снабдить садовый участок водоносной скважины, но осталась у разбитого корыта. Анна Кузнецова жалуется, влезла в кредит, чтобы рассчитаться со специалистами первой буровой, но скважину, которую эти выкопали, воды не принесла. Поэтому женщине приходится добывать питьевую воду нестандартными способами. Так, Анина, брать не нам водицы. Воды нет. Пойду снег брать. Анна Кузнецова признается, счастлива, что сад находится за чертой города. Здесь снег еще не растаял, и его и используют для бытовых нужд. Однако у такого способа есть свои недостатки, из-за которых женщина постоянно страдает. Ой, зимой снег-то холодный, вон как ручонка-то замерзла моя, пока я себе на чай наберу. Рассказывает, купили садовый участок, чтобы построить здесь полноценный дом и переехать из Челябинска. Воды на участке нет, поэтому обратились к специалистам первой буровой компании. Вспоминает, договор подписала, не глядя, как только сотрудники фирмы вышли из автомобиля и бросили его на капот. Суть документа женщина не знает. Ну, пойдемте, гости дорогие, я вас чаем напою. Вот наши апартаменты. Вот приходится вот так вот нам чай кипятить. Рыли-рыли, столько денег отдали, а толку нету никакого. Вот снег топим, чтобы чаем вас напоить. Изначально рассчитывала, что вода пойдет на уровне 40 метров, как у соседей, но этого не случилось. Потом, говорит, предложили пробурить еще 20. Но и тогда из-под земли не вышло ни капли, а деньги, взятые в кредит, закончились. Тогда, как вспоминает за кружкой чая женщина, ей сделали новое предложение. Либо бурим дальше, что возможности нет. 61 метр пробуренной скважины отдано, 59-100 им, и воды так и не нашли. И мальчишки сказали, что либо бурим дальше, что какой резон бурить дальше, если уже такой метраж пробуренный, зачем дальше бурить, деньги вкладывать, деньги были взяты у нас в кредит. А вот возвращать всю сумму, к удивлению Анны, сотрудники фирмы не хотят. Только 50% как за разведочную скважину. Мы вместе отправились в первую буровую компанию. Директор уверил, действует исключительно в рамках договора, который клиентка не читала. Поэтому и обижаться на сотрудниках фирмы не стоит. Вот и так получается, что деньги у нас закончились, закончились бурить, больше у меня нет возможности, потому что у меня здесь кредит, здесь деньги взяты у вас еще 4, 2 месяца нам еще вам отдавать по 4 тысячи. За что? За что получается? Узнав, что клиентка перед подписью договора его даже не пролистала, директор фирмы решил уступить, пообещав, что Анне вернул максимальную часть от всей суммы. Удержат лишь часть, которая ушла на покупку труб, насоса и других деталей. Ну это в частном порядке. Ну хотя бы вы считаете, да? У нас особо нет ни с кем спорных моментов. Можно сослаться на 28-ю статью законозащитных прав потребителей, которая предусматривает право на односторонний отказ от договора потребителя. Мы пишем претензию, уведомляем вторую сторону о том, что мы намерены расторгнуть договор и требуем возврата денежных средств. Чтобы не попасть в такую ситуацию, следует внимательно прочитать договор, который предлагают сотрудники фирмы. Убедиться, что конечным результатом будет работающая скважина. Если этого пункта в документе нет, потребовать внесения изменений в договор или отказаться от сотрудничества с компанией на начальном этапе. Месяц обустраивал уют в магазине разливных напитков «Бочка», но руководство фирмы стараний сотрудника не оценило. Кирилл Кидан уверяет, вместо обещанных 10 тысяч ему заплатили только 3. А на расспросы, когда будут остальные деньги, отвечают. Какие деньги? Ну вообще по видам как бы все это выставлялось полностью, то есть сроки годности также соблюдали, чтобы старый, новый товар внизу, старый сверху, чтобы он быстрее продавался, чтобы это все красиво выглядело. В отчаянии Кирилл каждый день ходит в тот самый магазин разливных напитков. Встретиться с руководством говорит, ему не удается. 30 января я уволился, расчет мне не выдали, трудовую книжку мне до сих пор не отдали. Мы позвонили директору магазина. Я вам еще раз повторяю, я не знаю такого сотрудника и данным на данный момент вам не могу этого компенсировать. Пока материал готовился к выходу, в нашу редакцию обратилось еще два сотрудника магазина с аналогичными историями. Поэтому мы выдаем магазину «Бочка» кредит недоверия. С вами был Дмитрий Лазарев и кредит недоверия. Если и вам оказали некачественные услуги, срочно обращайтесь в наш проект. Внимание, у нас новый номер телефона 263 13 28. Кстати, вступайте в нашу группу ВКонтакте, там вы тоже можете оставить свою жалобу и пересмотреть все понравившиеся выпуски.